Всем привет! С вами Громакина Ярослава, блог нашей дети.ру. И сегодня я хотела бы с вами затронуть очень интересную тему под названием персональные данные на фотографии. Не так давно я снимала видеоролик, который был посвящен моим любимым хейтерам. И особый вид хейтерства, наверное, это, знаете, что-то из разряда. Убери эту фотографию с интернета! Кто тебе разрешил выкладывать моё фото без разрешения? Такие люди вообще меня очень сильно забавляют и смешат. И сейчас мы с вами разберёмся, почему. Бывают такие ситуации, когда вы присутствуете на каком-то мероприятии, например, на концерте, на каком-то спортивном или культурно-массовом мероприятии, допустим, на рок-концерте, я не знаю, да, в тех местах, где большое количество народа, и вы делаете фотографии. Вы делаете фотографии себя на фоне народа, вы делаете фотографию, как финиширует ваша лучшая подруга, а сзади неё кто-то, положая язык на плечо, бежит, да, вы, значит, сфотографировали, где ваша подруга финишировала, там заняла первое место, но вдруг та девушка, которая бежала позади неё, начинает вам кричать, убери эту фотографию, я тут вообще ужасно вышла, кто тебе разрешил, я не давала своего разрешения, чтобы ты выкладывала, там, фото с моим изображением в сеть. Да мне не надо такого разрешения, ну, честное слово. Всё дело в том, что у нас есть, да, действительно закон, 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 который у нас регламентирует размещение фотографий, это статья 152.1 Гражданский кодекс Российской Федерации, он регулирует отношения по фотографиям с изображением людей. Так вот, о чём он говорит, значит, этот закон, статья? Он говорит о том, что обнародование дальнейшее использование изображений гражданина, в том числе его фотографий, видеозаписи, произведений изобразительного искусства, в которых он изображён, допускают только согласие этого гражданина. Подождите, сейчас вы скажете, как вы, если только-только согласие разрешается, почему ты выкладываешь и не боишься выкладывать, не боишься последствий? Сейчас мы дойдём до самого интересного. Ну, после смерти гражданина его изображение может быть использовано только согласие детей, с пережившего супруга, а при их отсутствии согласие родителей. Однако ж, никакого согласия ни гражданин, ни детей, ни супругов, ни родителей не требуется в случаях, когда... Запоминаем. Первое. Использование изображения осуществляется в государственных, общественных или публичных интересах. Вы запечатлели, как кто-то финишировал, например. Это в интересах этого человека, который финишировал. Это в интересах общества. Им интересно знать, кто был победителем. А кто там плёсся сзади, да, с высунутым языком. Это им неинтересно знать. Хорошо. Дальше. Сюда же относятся, насколько я знаю, всякие там форумы, там лекции публичные и прочие мероприятия, спортивные, культурно-массовые, без проблем. Второе. Изображение гражданина получено при съёмке, которое проводится в местах, открытых для свободного посещения, либо на публичных мероприятиях, собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнований, подобные мероприятия. То есть, если вы туда спокойно зашли, это публичное мероприятие, у вас было свободное посещение, то ничего вы никому удалять не обязаны. Если человеку не понравилось вдруг, что он изображён этой фотографией, я, конечно, понимаю, что другая речь идёт, когда у нас человек изображён крупным планом, и, допустим, 80% всей фотографии занимает, извините меня, лицо, ладно, лицо, того человека, который просит её убрать. Тогда, конечно, больше никого нету, зачем? Зачем ему нужен этому делу? Ну ладно, хорошо. И третье. Гражданин позировал заплату. Это тоже понятно, потому что бывают ситуации, например, я хочу за определённую плату снять видеоролик, хороший, качественный, я нанимаю человека, который его снимет, сделает видеомонтаж, и сделаю это для того, чтобы разместить его в сети YouTube. Вот. Конечно, я его проверила в уникальность, и тут бац, тот, кто делал мне монтаж, которому я заплатила деньги, я захожу на YouTube, проверяю уникальность этого видео, и вдруг пишут, что уникальность ноль. Почему? Начинаю смотреть, оказывается, оно было уже размещено тем человеком, которому я заплатила деньги. Тогда я могу ему сказать, чтобы он это удалил, и я буду права, потому что я заплатила. И у меня должны быть все права, и право первого публиковать его как уникальное. Хорошо. И вот теперь по некоторым вопросам. Я говорю, что считаю, что когда вы размещаете фотографию, и люди начинают и так возникать, одно дело, если человек пишет вам, он пишет там, «Ярославна, пожалуйста, удали, здесь так плохо получилось». Просто пишет нормально, нормальным человеческим языком, с просьбой удалить. Вообще без проблем. Бывают такие ситуации, когда я на каком-то мероприятии делаю 100-500 фотографий всего подряд, и потом у меня просто бывает лень их сортировать, удалять. Я их вообще полным скопом скидываю в альбом. Думаю, что когда-нибудь у меня дойдут руки, и я там что-то разгребу, и не нужно удалю. А бывает, что закинул и забыл, и вообще тебе пофиг, и вообще в этот альбом кроме тебя никто не заходил, не смотрел. А тут бац, утром просыпаешься, смотришь свою почту и пишут, «Ярославна, пожалуйста, удали эту фотографию». О, хоть один кто-то посмотрел. Из 7 миллиардов людей. Это песчинка, да? «Песчинка никому не нужная, да никто не будет у тебя там смотреть!» Ну ладно, если всё-таки ты хочешь, и нормально обратился ко мне, я, конечно, удалю меня вообще. Я посмотрю, думаю, о боже, у меня там 500 фотографий, и одна фотография, где ты с размазанной ложей. Ну, пожалуйста, мне вообще не сложно. Другое дело бывает, когда люди, знаете, они так смешно начинают обращаться, они пишут. Особенно те люди, которых я отношу к разрядам хейтеров. Хейтеры — это завистники, это те, которым не нравится чужой успех. Обычно хейтер — это всегда человек, который в чём-то хуже. Он испытывает зависть. Он может испытывать зависть к красоте, к богатству, к популярности, к успеху, хоть к чему. Он никогда в этом не осознается, конечно, но в глубине души именно поэтому такие люди пишут. «А вы знаете, что есть такой закон о защите персональных должностей?» «Да, я знаю, что есть такой закон, представляешь?» Именно поэтому я не буду убирать твою фотографию. Ну, раз вы так начали, да, с какого-то саркастического намёка, знаю ли я, вдруг я такая тупая, ничего не знаю. Нет. Или там начинают чуть ли не с угроз. Или там, знаете, начинают с угроз, да? «Увери немедленно, я подам на тебя в суд!» Потому что, конечно, подавай это твое личное право. Я знаю, что наш суд — самый гуманный суд в мире, конечно, он в чём-то несовершенном, но, пожалуйста. Если разговор начинается именно на таких тенах, я специально, знаете, на зло не буду удалять эту фотографию никогда. Разве что через правду, через суд. Но я думаю, что даже суд не заставит её удалять. Есть ещё один такой вопрос, который иногда интересует людей, моих подписчиков. Они спрашивают, можно ли выставлять чужую машину, где виден номер этой машины, в интернет? Здесь, понимаете, речь идёт, как и в предыдущем, в принципе, обсуждении о том, что данная фотография вообще, она как бы не должна порочить честь и достоинство человека. Причём самое интересное, давайте вернёмся к фотографиям, секундочку. Если я вдруг сделаю фотографию... Я, конечно, так никогда не буду делать, но вдруг. Если я сфотографировала человека, который лежит в луже собственной блютины, и выложила в интернет, вот такую фотографию меня могут заставить убрать. Почему? Потому что эта фотография порочит честь и достоинство этого человека. Он сам-то себе не порочит, что лежит в луже собственной блютины. Не порочит. А то, что я его сфотографировала и выложила в интернет, этим я его порочу. Я так никогда это делать не буду, потому что мне совершенно всё равно какого-то там чухана. Если, конечно, я не хочу найти на него компромат, и то я выкладываю в сеть, буду лучше ему покажу. Что касается автомобильных номеров, это тоже, наверное, всё-таки относится к персональным данным. Обычно же машина на кого-то записана. Здесь тоже в зависимости от ситуации. То есть, раньше как было, одна машина на весь город 100 лет назад, ну не столько, может. И как было там, молодые люди, девочки там красивые, подходили к этой машине и начинали на её фоне фотографироваться. Тогда вообще не было никакого фотошопа, фотоэкспресса, спокойно там в альбом свой вставляли. Ну, потом появился интернет, да, стали кладывать в сеть. Вот. Или, например, вы просто фотографируетесь на фоне, не знаю, проезжей части, да, там куча автомашин. Значит, у вас очень хорошая камера, у которой там миллионы мегапикселей. Вы, значит, фотографируетесь и выставляете это фото в интернет. И вдруг каким-то образом, я уж не знаю каким, наверное, чисто случайность, совпадение, хозяин автомобиля увидел свой номер, увидел свою машину, какая-то бабища на её фоне. Он, значит, её находит в социальных сетях и просит её эту фотографию убрать. Вы знаете, вообще, на самом деле, вы ничего убирать не обязаны, опять-таки, да. Да, вот. Потому что, скорее всего, на этой фотографии 80% будете снимать вы, да, как главный объект. То, что там сзади приезжала, вы не ради этой машины делали фотографию, да. Вот. Вы не делали её крупным планом, а сзади вы там вот такая. Или бывает, там, сделаешь 500 тысяч фотографий, и одна-единственная, где вы хорошо получились на фоне этой машины, вы вам ещё и просят её убрать. Ничего подобного можете не убирать. Хотя, если вы такие прям мнительные люди, то можете, нет, нечего делать, закрашивать эти номера. Сейчас очень много фоторедакторов. Можете этот номер убрать, чтобы не было видно, да. И, знаете, на данной ситуации у меня всегда есть одна маленькая такая присказка, да, знаете. Вот если бы я была таким хейтером, который всех ненавидит, всех и всё. И особенно тех людей, которые выкладывают фотографии в сеть. И вот я такая хейтер. И сейчас я вам изображу, как бы это выделило. Как бы сказал. Уважаемые подписчики, вы представляете, недавно я встретилась с совершенно вопиющим случаем. Я вышла прогуляться возле своего дома. Был день. Когда я находилась на прогулке, оказалось, что в этот момент с высоты. Вот и сделала фотограф. И я считаю, что эту фотографию нужно удалить. Сейчас я вам её покажу. Нет, вы вообще считаете нормальным это, да? Без моего разрешения. Кто-то берёт и выставляет такую фотографию в интернет. Мало того, я считаю, что у меня будет очень много сторонников, очень много сторонников для тех людей, которые именно в это время находились на улице. И у них ни у кого не спрашивали разрешения, можно ли эту фотографию использовать в интернете. Давайте воспользуемся законом, защищающим персональные данные, и заставим удалить эту фотографию. Классно, да? А вообще, на самом деле, те люди, которые просят удалять свои фотографии, видео, где они присутствуют, мне почему-то кажется, да, что у них есть что-то такое от паранойи. На самом деле, вот людям не интересны другие люди, им интересны только они сами. В первую очередь. И кто-то думает, неужели, что кто-то считает, что за ними будет кто-то сидеть, следить? Какой у них прыщ на лице? Не знаю, одну девушку, она тоже, наверное, говорит, значит, фотографировала какое-то массовое мероприятие, она, значит, очень спешно пролистала все фотографии, нашла где, и более-менее ее видно. Какие ужасные фотографии, тут видно мой прыщ. Боже мой, да никому нету дела до твоего прыща, до тебя никому нету дела. А до твоего прыща и подам. Вот такие люди, мне почему-то кажется, что это что-то такое все-таки из паранойи. Давайте не будем паранойиками. Выложили, выложили. Гордитесь, вы попали в кадр! Ладно, хейтерам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова